Трезвучие В четырех основных это мажорное трезвучие и минорное трезвучие. Как отличить эти два вида? Мажор, говоря по-простому, звучит светло и радостно. Минор звучит более мрачно и печально. Красочность аккорда придает расстояние между нотами, из которых он состоит. И это расстояние называется интервал. И это расстояние называется интервал. Две белые клавиши, полтона от ноты ми, полтона от ноты ре. Интервал, из которых состоят наши трезвучия, это терции. Терция – интервал шириной в три ступени. То есть мы поднимаемся на три ступени вверх и у нас получается интервал, который называется терция. Терция существует двух видов. Большая терция и малая терция. Большая терция состоит из двух тонов. Как строить большую терцию? Находим, к примеру, нотку до. И строим от нее большую терцию из двух тонов. Отсчитываем вверх по полтона. Полтона, тон, полтора, два. У нас уже появляется первая черная клавиша. Это будет тоже большая терция от ноты ре. Также существует малая терция, которая состоит из полутора тонов. Построим от нотки до малую терцию. Считаем вверх. Полтона, тон, полтора. Мы получили малую терцию. Допустим, построим ту же малую терцию от ноты ре. Полтора тона. Полтона, тон, полтора. Это малая терция. Возвращаясь к нашему мажорному трезвучию, мы составляем формулу. Эта формула равна большая терция плюс малая терция. Это значит, что аккорд мажорный, любой трезвучие, состоят из двух терций. Это большая терция и малая терция. Проверяем от нотки до. Строим вверх. Полтона, тон, полтора, два. Мы получили два тона, и это большая терция. От этой же самой нотки, на которой мы остановились, строим полтора тона вверх. Малую терцию. Полтона, тон, полтора. И теперь соединяем это. И получаем мажорное трезвучие. Попробуем построить такое же мажорное трезвучие от ноты ля. Помним. Два тона плюс полтора. Полтона, тон, полтора, два. Получили два тона. От этой же нотки строим полтора тона вверх. Малая терция. Полтона, тон, полтора. Соединяем. Получаем мажорное трезвучие от ноты ля. Также для минорного трезвучия существует своя формула. Она состоит тоже из терции, только терция меняется местами. Если у нас в мажоре была сначала большая терция, а потом малая, то в миноре сначала идет малая терция, а потом большая. Соответственно, полтора тона плюс два тона. Попробуем построить минорное трезвучие от ноты до. Помним. Полтора тона плюс два тона. Считаем вверх. Полтона, тон, полтора. Получили малую терцию. От нее строим два тона вверх. Полтона, тон, полтора, два. Соединяем. Получаем минорное трезвучие от ноты ля. Полтора тона плюс два тона. Полтона, тон, полтора. Полтона, тон, полтора. Два. Соединяем. И получаем минорное трезвучие от ноты ля. Зная эти две формулы, мы сможем построить любое трезвучие абсолютно от любой ноты. Название трезвучию дает первая нота аккорда. Допустим, если мы строим от ноты до, это будет трезвучие до. Мажорное трезвучие обозначается заглавной буквой аккорда. В случае с до мажором это будет буква с. Значит, мажорное трезвучие можно обозначить буквой с. Минорное трезвучие обозначается так же, как и мажорное, только справа добавляется маленькая буква м, говоря нам о том, что аккорд минорный. То есть будет такая же буква с и маленькая буква м. И это значит, что мы играем минорное трезвучие. На примере песни Басты Сансара мы попробуем построить трезвучие, из которых состоит эта песня. Первое трезвучие у нас F. Как мы уже говорили, F это заглавная нота аккорда, значит, это будет нота Фа. Рядом буквы нету маленькой М, значит, трезвучие будет мажорное. Вспоминаем нашу формулу. Два тона плюс полтора тона. Строим. Полтона, тон, полтора, два. Есть. Строим дальше. Полтона, тон, полтора. Мы получили формулу два тона плюс полтора, и значит, это мажорное трезвучие Фа. Следующий аккорд у нас это Ре минор. Называется он ДМ. Вспоминаем формулу для минора. Это полтора тона плюс два тона. Ищем нотку Ре. Вот она. Строим полтора тона вверх. Полтона, тон, полтора. Плюс еще два тона. Полтона, тон, полтора, два. Мы получили аккорд Ре минор. Следующий аккорд у нас АМ. Это значит Ля минор. Ищем нотку Ля. Полтора тона плюс два. Полтона, тон, полтора. Полтона, тон, полтора, два. Соединяем. И получаем аккорд Ля минор. Как мы будем играть этот аккомпанемент? Каждый аккорд мы играем по четыре раза. Первый аккорд это Фа мажор. Раз, два, три, четыре. Меняем ДМ. Раз, два, три, четыре. И следующий аккорд АМ мы играем два раза по четыре, то бишь восемь раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Для того, чтобы аккомпанемент звучал более насыщенно, мы добавляем басовую линию. И это будет заглавная нота аккорда. Первый аккорд у нас идет аккорд Фа мажор. Значит, в басу зажимаем ноту Фа. И держим аккорд Фа мажор четыре раза. И играем вместе. Раз, два, три, четыре. Дальше идет аккорд Ре минор. Ищем в левой руке нотку Ре. И в правой руке зажимаем аккорд Ре минор. И играем вместе четыре раза. Раз, два, три, четыре. Дальше у нас идет аккорд АМ. В басующем Ля. Строим аккорд Ре минор. И вместе играем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Важный момент, что четыре раза мы нажимаем только правой рукой. Бас мы зажимаем один раз. И держим все четыре счета вместе. Раз, два, три, четыре. Теперь попробуем исполнить этот аккомпанемент и спеть песню. Делай вопреки, делай от руки. Мир переверни, небо обракинь. Дальше аккомпанемент повторяется. Для разнообразия можно перекидывать аккорды вверх-вниз. Допустим, сначала взять Фа мажор более в низком регистре. Потом за второй раз перекинуть его наверх. Аккордная группа куплета повторяется четыре раза, поэтому мы переходим на припев. Первый аккорд ДМ, уже знакомый нам Ре минор. Мы играем точно так же четыре раза. Следующий аккорд Ф, Фа мажор. Также четыре раза. Следующий аккорд это С, До мажор. Вспоминаем формулу. Два тона плюс полтора тона. Строим от нотки До. Два тона. Полтора. Соединяем. И играем точно так же четыре раза. Следующий аккорд Джи, это Соль мажор. Ищем нотку С, и строим по формуле мажора. Два плюс полтора. Два тона. Полтора тона. Соединяем. Получаем Соль мажор. И играем его точно так же четыре раза. Следующий аккорд. Снова ДМ четыре раза. Ф четыре раза. И следующий аккорд АМ. Он у нас уже был в куплете. Это Ля минор. Строим его полтора тона плюс два тона. Играем четыре раза. И следующий аккорд Джи, Соль мажор. Он у нас уже был точно так же четыре раза. Также к басу мы добавляем первую ступень аккорда, чтобы звучало более насыщенно. И соединяем полностью аккордную группу. Как это будет звучать? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. И получаем полную аккордную группу припева. Теперь попробуем соединить эти аккорды вместе со словами. И пропоем припев. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. 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 Продолжение следует...